Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше!» Еврейская традиция Однако главный источник, питающий наше чувство гордости за свой народ, это тот бездонный колодец еврейского духовного наследия, который наполняет глубоким смыслом и истинным величием нашу жизнь и из которого черпает духовные ценности весь окружающий мир. Еврейский поэт Хаим Нахман Бялик, который приобщился к европейской культуре и постиг ее премудрости, но при этом не порвал полностью с культурой своего народа, писал Если вы на самом деле хотите понять источник еврейского величия и несгибаемого еврейского упорства, отправляйтесь в Бейтамидраж, дом учения, где евреи изучают свои священные книги. Еврей, который действительно хочет почувствовать гордость за свой народ, узнать, что такое чувство собственного достоинства, обязан понять, что же отличает еврея от нееврея, а отличает нас от других народов иудаизм, наша вера, традиции и обычаи, наша философия и мировоззрение. Гордость, которую мы испытываем, осознавая, что принадлежим к еврейскому народу, не есть нечто искусственное. Мы вправе гордиться величайшей традицией нашего народа, в которую уходит корнями вся современная западная цивилизация. Все те понятия морали и этики, которые кажутся европейцам и американцам «естественными» были на самом деле почерпнуты ими из иудаизма. Наши предки удостоились того, что Всевышний приблизил их к духовным мирам. И произошло это в мире, в котором вообще отсутствовало понятие морали. Наши предки пришли в мир жестокости, распущенности и насилия, чтобы изменить его. Они разрушали идолов, провозглашая, что мир создан единым всемогущим Богом и принадлежит ему. Они восстали против царства тьмы, в котором царила несправедливость, жестокость и рабство, чтобы утвердить в мире другие нормы справедливость, милосердие и свободу. И если сегодня люди, по крайней мере многие из них, понимают, что следует любить ближнего своего, то эту идею они заимствовали у евреев. Если сегодня они понимают, что без милосердия человеческое общество едва ли могло бы называться человеческим, то произошло это благодаря тем, жившим много столетий назад евреям, сердца которых переполняло чувство любви и сострадания к ближним. Один из наших далеких предков стоял на объятой пламенем горе и говорил самим Богом, который даровал ему сокровище, Тору. С этого момента мир изменился неузнаваемо. Мы горды тем, что именно нам выпала честь научить все народы Земли вере в единого Бога, милосердного Бога, который создал человека и наделил его способностью достигать святости. Эта вера лежит в фундаменте всей человеческой цивилизации. И мы горды тем, что символ нашей веры это слова «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один». Мы горды тем, что Всевышний вывел нас из состояния дикости, возложив на нас сложнейшую и ответственнейшую задачу. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Шмот 19, дробь 6. От дикости к святости. Вот вечное предназначение всего нашего народа в целом и каждого еврея в отдельности. Давно исчезли с лица земли те идолопоклонники, работорговцы и тираны, что преследовали Авраама и Моше, пророков Ешаю, Амоса и Миху за их веру в единого Бога. Наших предков изгоняли из их домов, подвергали нечеловеческим пыткам, сжигали живьем, их книги сжигали на кострах, а на их учения накладывали запрет. Но наши предки были удивительно упрямыми людьми. Они хотели привить своим притеснителям принципы морали и превратить звероподобное существо в разумного человека, перед которым открыт путь к духовному величию. И после многовековой борьбы многое из того, что сказано в Торе, в прочих книгах Библии, в Талмуде, было принято окружающими народами, став частью их морального кодекса. Те, кто сегодня воскуривают фимиам на алтаре Маркса, благодаря своего кумира за то, что он якобы дал миру понятие социальной справедливости, пытаются игнорировать тот факт, что принципы эти были принесены в мир за много столетий до того, как в Германии родился этот выкрест-антисемит. Талмуд говорит так. «Как Всевышний назван милосердным и великодушным, так и ты будь милосердным и великодушным. Как Всевышний назван справедливым, так и ты будь справедливым. Как Всевышний назван святым, так и ты будь свят». Этот обращенный к нам призыв стремиться к святости наполняет наши сердца гордостью, заповеди Торы, смысл которых помочь нам достичь святости, составляют сердцевину еврейского культурного наследия, укрепляя в нас чувство гордости за свой народ. И здесь я снова хочу обратиться к тем молодым евреям, что выросли в семьях, относящихся с презрением к иудаизму, который ассоциируется у них с некими средневековыми, давно отжившими свой век ритуалами. Им объяснили, что эти смешные ритуалы могут исполнять сегодня лишь темные старухи да выжившие из ума старики. Им рассказали, что законы субботы, например, давно устарели, и это доказано современной наукой. Ведь если когда-то в глубокой древности разжигание огня было серьезной работой, то сегодня не нужно прилагать никаких усилий для того, чтобы повернуть электрический выключатель. А почему бы не прокатиться в субботу на машине, сначала в синагогу, а потом на пляж? Ну какая же это работа? Только неизлечимые фанатики могут утверждать подобную чушь. Кошрут? Любой просвещенный человек знает, что законы о том, какая пища дозволена, а какая запрещена, возникли в древности и преследовали чисто медицинские цели. Но сегодня ветеринарная инспекция не допустит продажи недоброкачественного мяса, например. И чем же в таком случае может высококачественная свиная грудинка повредить вашему здоровью? Ритуальная чистота? Ну не смешно ли сегодня требовать, чтобы в роскошных современных отелях строили какие-то допотопные миквы, бассейны для ритуальных омовений? Да, когда-то еврейские женщины с благоговением относились к подобным вещам. С началом менструации жена отделялась от мужа, и этот период отдаления составлял около двух недель, после чего она совершала очистительное омовение в водах миквы. Но какое все это имеет отношение к современной жизни, представляющей нам такие удобства, о которых и мечтать не могли наши прабабки? Я хочу обратиться к молодым людям, воспитанным на идеях такого рода. Слушайте и постарайтесь понять то, о чем боялись рассказать вам ваши эмансипированные либеральные родители. Попробуйте понять, что же дало вашим дедам силы перенести все те ужасы, все те страдания. Одно упоминание о которых заставило бы современного эмансипированного еврея обратиться к пяти психиатрам сразу. Попробуйте войти в эти воды не для того, чтобы скрыться в них от проблем, окружающих вас со всех сторон, но для того, чтобы очиститься в этих чистых, прохладных водах великой и древней культуры, для того, чтобы ваша измученная тщетными поисками душа могла возродиться к новой, настоящей жизни. «Вы все, кто жаждет, идите к водам», — говорит пророк Ешаяу, — «а мудрецы наши объясняют». Говоря о воде, пророк имеет в виду Тору. «Вам стоит послушать то, что я хочу сказать, не потому, что мы собираемся немедленно сделать вас всех раввинами. Слушайте для того, чтобы стать полноправными хозяевами сокровища, которым обладает наш народ, сокровища, которое отличает нас от всех прочих людей, наделяя нас жизненной силой и святостью. Слушайте для того, чтобы понять самих себя, чтобы вернуть себе чувство собственного достоинства, без которого еврей не может выжить. Слушайте для того, чтобы вернуться к своим корням, к самим себе». Иудаизм строится на таких понятиях, как святость, бескорыстное добро, милосердие и мир, на понятиях, которые современный человек основательно подзабыл. «Тот, кто собирается изменить мир, должен прежде изменить человека, что на практике означают понятия общества, человечества и тому подобное. Понятия эти представляют собой абсолютную абстракцию. Целое – это всего лишь сумма частностей, а любое общество состоит из отдельных людей, и если отдельный человек жесток, алчен и лжив, то таким же будет и общество, частью которого он является. Изменить мир? Да, но только изменив каждого отдельного человека». Польские и украинские крестьяне ненавидели евреев независимо от того, кто ими правил в данный момент – русский царь, Ленин, Пилсуцкий или Гомулка. Антисемитизм одинаково процветал в Германии и во времена империи, и во времена Веймарской республики. Иудаизм исходит из того, что мир можно сделать более человечным и справедливым, но добиться этого можно только исправив каждого отдельного человека, вывести его из дикости и приблизить к святости. Порой нам кажется, что задача эта невыполнима, что невозможно сделать человека лучшим, чем он есть сейчас. Но иудаизм учит нас не падать духом. «Есть длинные дороги, которые на самом деле оказываются короткими, и есть короткие дороги, которые на самом деле оказываются длинными», – говорит Талмуд. «Желая как можно быстрее улучшить мир, мы не должны впадать в ошибку и заниматься лишь изменением структуры общества. Мы можем быстро достичь внешнего эффекта, но лишь отдалимся от истинной цели. Для того, чтобы действительно достичь цель, нам придется улучшать человека, каким бы долгим ни казался этот путь». Конечно, это нелегкая задача, но с каких пор еврей отступал перед трудностями? С другой стороны, как можно исправить человека, если он сам того не хочет? Прежде всего следует понять, почему человек совершает недостойные поступки, почему его поведение бывает антисоциальным, почему он бывает жесток. Не поняв этого, мы не сможем двигаться дальше. Ни один психически нормальный человек не будет делать зло ради зла. Человек совершает преступление, только если он уверен, что это принесет ему выгоду. Ограбления банков совершаются не ради любви к ограблениям, а рабочие наносят ущерб заводам, на которых работают, не ради любви к беспорядкам и анархии. Поступки людей диктуются их стремлением разбогатеть, добиться власти или престижа, и нередко этого можно достичь лишь незаконными путями. Первым признаком зрелости человека должно быть сознание того, что не в его силах добиться всего, чего он желает. И как нелегко человеку перестроиться внутренне в этом отношении. Новорожденный ребенок сосредоточен исключительно на собственных желаниях. Ребенок не понимает, что мир не перевернется из-за того, что ему хочется есть. Он начинает понимать это, подрастая и сталкиваясь с фактами жизни, причем столкновения эти бывают иногда довольно болезненными. Подростку приходится понять, что земля отнюдь не вертится вокруг него, и что его «я» не стоит в центре вселенной. Зрелость приходит к человеку по мере того, как он понимает, что его желания должны быть согласованы с желаниями других людей. Многие до конца дней отказываются понять эту простую истину, и вся их жизнь проходит в борьбе с окружающими, с обществом. Они руководствуются концепцией о том, что человек должен только брать, не давая ничего взамен. Эта жизненная концепция нередко усаживает их в кресло психиатра. Нежелание обуздать свои страсти, справиться со своим эго наделяет человека разрушительной силой. Иудаизм не рассматривает человека как существо изначально грешное. Человек может подняться выше ангелов, но он способен также опуститься до уровня животного. Человек наделен свободой воли, ему дана возможность выбора между добром и злом. Иудаизм учит нас самодисциплине, умению подчинять свои инстинкты, стремлению к добру. Идя на поводу своих желаний, человек не остановится перед тем, чтобы нарушить любые нормы морали. Такой человек представляет реальную опасность для окружающих, для всего общества. Способность владеть собой, сила воли и готовность бескорыстно помогать ближнему, это и есть святость. Но достичь святости не такое простое дело. Для этого требуется время и тяжелая работа над собой. Невозможно стать большим актером, ограничившись изучением учебников по театральному искусству. Нельзя стать художником, не беря в руки кисть и краски. Точно так же нельзя стать праведником, ограничившись чтением лекций о праведном образе жизни. Стать праведником можно лишь ведя праведный образ жизни. А для того, чтобы такой образ жизни стал естественным, вошел в привычку, нужны постоянный самоконтроль, настойчивость и самодисциплина. Работая над собой изо дня в день, человек может воспитать в себе силы для служения высшим идеалам. Иудаизм предписывает еврею выполнять заповеди Всевышнего Митсвот. Система из многих десятков заповедей определяет ежедневное поведение еврея, направляя каждый его шаг. Митсвот учат нас владеть своими порывами и желаниями, помогают нам преодолевать наши недостатки, делают нас зрелыми людьми. Иудаизм предписывает нам молиться трижды в день, утром возлагать тфелин, произносить благословение, приступая к еде. Иудаизм обязывает нас позаботиться о том, чтобы еда эта была кошерной. Иудаизм обязывает нас не заниматься в субботу и праздники будничными делами и поститься в определенные дни. Он обязывает нас соблюдать в семейной жизни особые законы ритуальной чистоты. Вся жизнь еврея должна определяться словами Священного Писания «Во всех путях своих познай его». Это те самые митсвот, которые еврею нового типа показались столь несовременными, бессмысленными, дикими. Это те митсвот, которые наполняют смыслом жизнь каждого еврея и ведут его к высшему идеалу, к святости. Еврею нового типа, сгибающемуся под тяжестью своего комплекса неполноценности, всеми силами стремящемуся обеспечить себе хорошую жизнь в кавычках. Эти митсвот представляются ненужным пережитком средневековья, непонятно как сохранившимся реликтом древности. Ему не просто скучно соблюдать эти митсвот, ему кажется, что они тянут его назад, в затхлый мрак прошлого. В наш век прагматизма все, что не может быть научно доказано, следует выкинуть в помойное ведро, а к тому, что не имеет прямого утилитарного предназначения, нельзя относиться серьезно. Современный американский еврей имеет весьма превратное представление о митсвот. Не будучи знаком со всей системой заповедей, он приходит к совершенно ошибочным выводам относительно еврейской религии. Большинство американских евреев абсолютно безразличны сегодня к своей религии и культурному наследию. Все, что они знают об иудаизме, это убогий суррогат из отрывочных фактов и расхожих полуправд. Они подобны слепому, уверенному в том, что он знает, как выглядит окружающий мир. Но митцвот составляют стройную систему только в своей совокупности. Чтобы понять их смысл и величие, надо познакомиться с иудаизмом во всей его полноте. И тогда нам откроется великолепие каждой заповеди, ведущей человека к добру и святости. Шаббат. Еврейская суббота создает в жизни еврея особую атмосферу, требующую от него отказаться в этот день от будничных дел и мыслей и посвятить время более возвышенным предметам, отдавая себе отчет в том, что его материальное благополучие зависит только от воли Всевышнего. Всевышний заповедал нам войти в этот день в царство спокойствия и гармонии, которое не должно нарушаться никакими посторонними действиями. В этот день за празднично накрытым столом собирается вся семья, чтобы обменяться впечатлениями за неделю, поделиться своими мыслями, услышать мудрые слова Торы из уст Отца, Которые не убегают из дома на рыбалку или на футбол. Семья собирается вместе, чтобы в особой субботней атмосфере восстановить духовный заряд на следующую неделю. Субботние свечи, субботняя хала, субботние песни, во всем царит возвышенность и любовь. Как верны слова о том, что больше, чем евреи хранили субботу, суббота хранила евреев. И вот эта еврейская суббота показалась Сэмми ненужным пережитком прошлого. И не менее бессмысленными показались ему законы Кашрута, обременительные и мелкие ограничения требований его желудка. Ну действительно, не являются ли они анахронизмом, когда на всех продуктах стоит знак качества? Сэмми не желает понять, что законы Кашрута даны нам, чтобы отделить человека от животного, чтобы облагородить его природные инстинкты, придать им духовный смысл. «Кого можно назвать героем?» спрашивают мудрецы Талмуда и дают ответ «Человека, управляющего своими желаниями». Удовлетворение голода одна из важнейших биологических потребностей человека, но для еврея еда означает нечто большее. Нет, иудаизм не призывает к аскетизму, напротив, он осуждает подход, согласно которому радости жизни классифицируются как грех. Все, что Всевышний создал для пользы человека, не может быть греховным. И Талмуд говорит, что когда человек предстает перед высшим судом, ему задают в частности такой вопрос «Насладился ли ты на земле всем, что создал для тебя Творец?» Иудаизм не требует от человека отказаться от своих естественных желаний и потребностей. Он требует, однако, чтобы человек оставался человеком и не уподоблялся животному. Животным управляют его инстинкты. Человек же обязан быть хозяином своих желаний. Иудаизм не требует от человека отказаться от тех удовольствий, которые представляет ему жизнь. Но поведение его должно регулироваться четкими рамками морали. Еврей, который готов потратить час или два на поиски кошерного мяса, проходя мимо мясных лавок, где продается высококачественная свинина, «Такой еврей уже овладел искусством самодисциплины. Такой еврей найдет в себе силы пойти и на более тяжелые жертвы, если в том будет нужда. Человек, соблюдающий медсвод, готов пройти нелегкие испытания во имя возвышенных идеалов, и если раздается крик о помощи и от нас требуется предпринять решительные действия, которые возможно принесут с собой неудобства, расходы, осложнения для нас самих, то куда труднее будет решиться на это еврею, привыкшему плыть по течению, привыкшему быть рабом своих желаний, чем тому, кто готовится к испытаниям каждый день, каждый час. Смысл законов ритуальной чистоты, затрагивающих наиболее интимные стороны жизни, заключается в том, чтобы возвысить сексуальные инстинкты человека до величайшего из духовных понятий любви. Упоминание об этих законах вызывает у современного скептически настроенного ассимилированного еврея презрительную усмешку, сопровождаемую пошлыми шутками. А тем не менее, именно благодаря этим законам еврей освобождается из плена одного из наиболее цепких инстинктов, получая возможность направлять его на самые благородные цели. И тогда супружеские отношения наполняются взаимным уважением и освещаются подлинным светом любви. Супружеская пара, соблюдающая законы ритуальной чистоты, избавлена от рабского угождения животным инстинктом и от многочисленных разочарований. Нет более прекрасных, гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, чем те, что царят в настоящей еврейской семье. Талмуд говорит, что муж обязан любить жену как самого себя, а уважать ее больше, чем самого себя. В окружающем нас мире любовь вытеснена сексом, а уважение к женщине отсутствует напрочь. К женщине относится как к объекту удовлетворения сексуальных потребностей. О каком уважении, о какой любви здесь может идти речь? Если человек использует кого-либо в своих эгоистических целях, он не может питать к нему ни уважения, ни любви. При помощи законов о ритуальной чистоте иудаизм учит нас строить свое отношение к женщине на совершенно других основах. Отношение мужа к жене основано на чувстве уважения. Женщина личность, а не объект. Иудаизм учит человека относиться к своей жене как к полноправному партнеру и другу, с которым делятся мыслями, впечатлениями, переживаниями. Так живет еврей. митцвот ограничивают его и они же делают его свободным. На протяжении всей своей жизни еврей несет нелегкое бремя заповедей, но бремя это дает ему возможность быть господином своих желаний. К сожалению, американо-еврейской Сэмми, чей кругозор ограничен удовлетворением животных инстинктов и горячечной погоней за деньгами, кордерой и преуспеванием, вряд ли поймет, о чем мы сейчас говорим. В поисках благополучной, свободной от антисемитизма жизни, он отворачивается от богатейшего культурного наследия своего народа и от законов, данных нам Всевышним. Только возвращение к еврейской традиции, к нашему многовековому культурному наследию может дать современному еврею понимание того, что такое Адар и что означает чувство собственного достоинства. достоинства. Продолжение следует...